В лондонском марафоне участникам вместо пластиковых бутылок с водой стали выдавать водяные шары с покрытием из тонкого слоя съедобных водорослей. Это позволило снизить количество пластикового мусора. Существуют и другие начинки, например, апельсиновый сок. Кто-то пишет, а потом по РЕН-ТВ покажут большое странное существо, которое мечет эту икру. Фу. Не, ну с другой стороны, всё равно прикольная тема. Реально, пластик это говно, а водоросли это круто. Сегодня ты будешь пробовать снеки из Кореи. Когда-нибудь слышала о Корее? Нет. Суви, ты кореянка. Кто-то пишет. Коротко о моих знаниях в географии. Боже, смотрите, что я нашла. Кто-нибудь помнит эту потрясающую игрушку? Кто-то пишет. Да, из-за неё и начались мои проблемы с нервами. Когда пошутил и ждёшь, что кто-то засмеялся. Да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будут мемы. Главное, и на работе оставаться людьми. Кстати, денег за лимон не взяли. Надпись на чеке. Я лежу с температурой, положите, пожалуйста, мне целый лимон в пакет, согласен оплатить. Квартира 1, 36. Ну что, молодцы, положили лимон. Могли бы ещё зайти к нему домой и чайку ему налить. Когда идёшь к преподу, который завалил тебя на экзамене, и он такой. Не смогли смириться с поражением. И куда это вас привело? Снова ко мне. Кто-то пишет. И во второй раз он валит тебя ещё сильнее. На руках. Или прогибом тебя кидает. Валит. Подсечкой. Моя семья купила коммунистический торт на транстрите моего двоюродного брата, который является капиталистом. Кто-то пишет. Срок годности торта 69 лет. А потом он развалится на 15 независимых кусочков. И будет сожран. Чё за лажа? Где мотор? Чувак, тут как бы твои ноги являются мотором. Ещё раз поднёшь моё сидение, и я скажу копам, что нюхал наркотики в твоём багаже. В Петербурге откроют кафе дошек с лапшой быстрого приготовления. Надеюсь, там будут ещё сосиски и майонез. Важно, лифт вниз не поднимает. И вверх не опускает. Логично, да. Всем привет, это медоед. Когда он голоден, он может сожрать всё, что угодно. Может напасть на змею, дикобраза, на ули диких пчёл, и даже отобрать пищу у льва. Представляете? Медоеду вообще всё пофигу. Опять хозяйка забыла надеть очки. И такой ещё бы он был в подгузнике, вообще смешно было бы. Знакомьтесь, лабродозавр. Или просто преломление света при переходе из одной среды в другую. Да. Так, чё я тут умничаю? Ну-ка, нахрен. Мы тут деградировать пришли сюда, или что? Над школьниками в других странах издеваются похуже, чем у нас. Ужас какой-то. Блин, я просто помню, как я сидел за партой. На последней парте. И... Ну, в общем, ладно. Не буду рассказывать. Секрет. Будь как утконос. Милым. Странным. Странным? Нет, не путайте. Странным. С буквой Т. Забавным. Непонятно как прошедшим естественный отбор. Так, по-моему, у утконоса ещё и какой-то там у них шип есть. На ноге ядовитой сзади. И она, если им ткнёт, или он, то будет очень больно. И яд впрыснется в твоё тело. Когда сказали, что не возьмут на ручки. Мысль в 2 часа ночи 36 минут. Как изобретатель часов мог знать, на какое время их ставить? По солнцу сориентировался. В Англии арестовали щенка на 9 месяцев из-за того, что он укусил полицейского. Плохой мальчик. Котик фигни не посоветует. Знаешь, если бы ты просто вылизывал себя, как я тебе говорил, то тебе не пришлось бы стоять тут голым под искусственным дождиком, как дебилу. Просто говорю. Ты такой, раз, голову вверх, такой, господи, что это, кто, что? Чё пугаешь так? Падла пушистая, иди отсюда, блоховозка. Меня уволили из полиции. Видимо, не стоит кричать Пикачу, когда бьёшь людей шокером. И какой-нибудь там бульбазавр, и водой стреляешь, или как там было, я уже не помню. По-моему, бульбазавр водой бил. У нас в городе одна из продавщиц часто не даёт сдачи в 10 или 20 копеек, говоря, тут должна, я навсегда запомню её лицо. Когда я пришла к ней с леском, на котором записаны даты посещения магазина и её долг, деньги не вернула. Где деньги, Галя? Она такая, я позову Галю, а потом такая, а, стоп. Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. А, собственно, так оно и происходит. Где-то те, кто верят в чудеса и волшебство, просто не разбираются в природе вещей. А ещё у них в труле просто отсутствует, врождённо отсутствует критическое мышление. И вот, ну, невозможно такому человеку ничего объяснить. Когда ты только проснулась, а мама уже говорит, что надо что-то сделать. Да, поспать лечь. Друзья, поехали на шлыки? Я. Поехали. Мой кошелёк. Никуда мы не поедем. Блин, чёрная дыра, это значит, у тебя там очень много в массы в кошельке. Очень много всего в кошельке у тебя, у тебя просто кошелёк из всего. В петербургском Лахта-центре появился рейджи-милочий сотрудник. Фокса обнаружили строители на одной из складов. На одном из складов. Его накормили, помыли, показали ветеринару. Пока выхаживали, привязали с озока, что решили оставить в строй городке. Назначив на должность лахтинского инженерного кота, выделили в коробку миск, лоток, каску и жилет. В обязанности Фокса входит поддерживать хорошее настроение, трудового коллектива устраивать сеансы... Мурлыкотерапии! И проверять, чтобы работники не опаздывали. Ну, неплохо он там устроился, а зарплата как у него будет? Детка, ты любишь рваные джинсы. Это что? Ну да. Зачем ты констатируешь это? Хороший слоган. Центр профессиональной подготовки владельцев гражданского оружия. Лучше тихо спросить инструктора, чем громко выстрелить себе в ногу. Отличный слоган и правда. Реально, согласен. В Алтайском крае у психиатрической клиники срывало крышу. Руководство клиники уже вызвало подрядчиков, сумму ущерба пока не называется. Но я думаю, там будут миллиарды рублей, потому что 999 миллионов поделить-распилить, а на 1 миллион починить крышу. В Японии начались испытания самого быстрого в мире пассажирского поезда Альфа-Х. Да я такие поезда в детстве рисовал. Кто-то пишет, походу самый хитро... Хитро сделанный подвал свои рисунки японцам. Чё? Нет, надо вот этот мем ставить. А чё так можно было? Слушайте, у меня тут ещё есть птички нарисованные, самолётики, кораблики. Может, я им отправлю? Интересно, какая скорость твоего поезда? Я думаю, тогда получается, сейчас 300 километров в час ездят поезда. Я думаю, 400, может, около 400 получается будет. Но куда меньше-то. Что такое экстремальный спорт? Делать домашнюю работу, пока учитель её собирает? Кто-то пишет, сдать тетрадь по другому предмету, сделать домашку, а потом сказать, что перепутал, и сдать тетрадь с домашкой. Учитесь. Кстати, это гениально, я так никогда не делал. Наверное, что мне вообще было пофиг. Моя мама сказала, что я не могу заводить енота, поэтому я покрасила нашу собаку и сделала енота себе сама. Хорошо, хотя бы ты маму не покрасила. Ну, типа, сделать енота из мамы. Оказывается, гусеницы как пираньи, только в мире насекомых. Кто-то пишет, а что, если гусеницы не едят лист, а натягивают его на корпус листа? А осенью все листья опадают, потому что гусеницы ложатся спать, и следить за состоянием листьев уже некому. Кто-то пишет, это случайно не ты главный редактор НТВ. Нет, ты не прав, чувак, потому что мы видим, как они его стягивают, а не натягивают, блин. Просто хозяин хотел черепаху. И давайте кота ещё сделаем под енота. Будет такая енотовая черепаха. Черенот. Всем привет. Я разработчик сайта в данный момент. Свободен для любых проектов. Если вам нужен сайт-визитка, одностраничный, лендинг или интернет-магазин, пишите с удовольствием, помогу вам с вашими проектами. Скидку гарантирую. Кто-то отвечает ему. Не знаю, что вы делаете там, но мне нужен сторож на автостоянку. 2-2. В будке есть компьютер. Сможешь там своей фигней заниматься? Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на её глаза. Если они есть, значит шансов у меня немного. А ты тыкни ей в глаза. Шутка. Не надо тыкать девушкам в глаза. Я пошутил. А то сейчас по-любому из миллиона человек, кто меня посмотрит, или сколько там, 700 тысяч у меня ролики набирают. Один ведь найдётся дурак из всего умного моего комьюнити, кто захочет тыкнуть девушку в глаз. Поэтому не надо тыкать девушку в глаз. Даже ленивец позирует на фотках лучше, чем ты. Поссорился с парикмахером? Не, проще сказать, ты проспорил, типа, да, проспорил. Мои проблемы, мои друзья, не волнуйся. Кота пишет. В горшке бензин, 100%. Я сейчас видела, как девушка лет 12 покупает омолаживающий крем. Всё, я тогда на пенсию. Так может ей 40, просто крем действительно хороший. Хм, кстати, да, почему бы нет. Мы называем эту коробку коробкой ярости, потому что она туда залазит, когда сердится на нас. Ненавижу, когда так. Кота пишет. Не знаю, я с бумагой ел. Да, я тоже не знаю, когда было иначе. Это закономерность. Если ты смеешься над судьбой других людей, тебя ждёт то же самое в будущем. Билл Гейтс, лол, Билл Гейтс, миллиардер, ору. Фу, да, хэээ. Как заставить ребёнка читать? Купить ему мою книжку. Сегодня узнал, что в школе моего племянника действует интересная система. Все, кто смог прочитать 1 миллион слов за учебный год, около 250 книжек, на один день становятся миллионерами. Они заходят в школу по красной дорожке, потом катаются в лимузине, а затем вечеринка в их честь. 250 книжек за год, это примерно книжка за полтора дня. Ну, блин, это невозможно. Нет, это возможно, если просто тратить на чтение по 10 часов, наверное, в день, по 5 часов в день. Ну, или освоить технику скорочтения, ну, ей не каждый владеет, это не так-то просто. Опять надо тратить время. А тебе ещё надо учиться, уроки делать. Гулять, играть в компьютер, ну, это невероятно сложно. Что общего у меня с моим ноутбуком? Первое, мы оба тормозим. Второе, тяжело отходим от спящего режима. Третье, не справляемся с задачами. Четвёртое, периодически требуется перезагрузка. Когда ты зевнул, а друг нет. Всего лишь раз я видел такую силу. Говоришь, видимо, ты. Иногда думаю о каком-то слове, думаю, зачем оно именно так называется. Повторяю его про себя раз сто, потом не понимаю, существует ли оно вообще. Когда ты пишешь, это хорошо, что я один такой. Да, бывает такое. Я как-то заморочился над словом ракета. Или сковорода. Думаю, блин, почему ракета? Ракета. Почему такое слово именно? В Волгограде появился байкшеринг проката велосипедов. В результате, за первый месяц работы, люди снимают защиту от угона, воруют транспорт, сбрасывают велосипед в реку, разбивают QR-коды, снимают сиденья, ломают педали, и вставляют велосипеды в самых разных местах. Естественно, сервис прекратил свою работу. Пишут, а потом и говорят, что у нас ничего нет. Просто возможно, Волгоград ещё не готов к велосипедам, да. Алло. Это ракетная база? Вы не туда попали? Это вы не туда попали? Блин, какой старый прикол. Господи, это просто... Я помню такой прикол ещё, по-моему, когда я ходил среди трицератопсов. Трилобитов даже, скорее, да, трилобитов. Врач, не беспокойтесь. Рентген абсолютно безопасен. Также врач. Убегает в другой конец больницы. Мне одному кажется странным, что эти парни ездят на бороде. Кто-то пишет, забудь о них. Меня больше волнует тот, что пытается украсть бородой девушку. Нет, просто это у них лак сильной фиксации. Типа борода такая. Колом стоит. Я принимаю ванну. ЖКХ отключает воду. Я. Собаки женского пола. Я случайно произнес слово гулять. Моя собака. Тьфу. В соседней квартире женщина истошно орёт. Да когда ты уже начнёшь нормально зарабатывать? Задумался, кажется, весь подъезд. Кто-то пишет. А когда начнут нормально платить? Кто-то ещё пишет. Сама себе вечно так ору. Помогает плохо. Что ж, друзья мои дорогие, если это видео понравилось, то я предлагаю вам подписаться на мой канал, посмотреть мои другие ролики. У меня их очень много. И, как вы смели заметить, сейчас ролики выходят чаще обычного. Да. Вот я решил чуть почаще делать. А вообще я решил сейчас немножко активнее заняться Ютубом, потому что я, честно говоря, подзабил на него. Делал ролики раз в два, в три дня. И думаю, блин, такой канал замечательный. Он просто гениальный. Это же... Я же просто читаю мемы. Надо как-то немножко, что ли, активнее, активнее вести его. И, возможно, прибавить себе ещё подписчиков. И дожать уже трёх миллионов, в конце концов. Так что подписывайтесь, дорогие мои. Ставьте лайки. Всех вас люблю. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. До встречи в следующих видосиках.